Здравствуйте! С вами специальный выпуск новостей на Ван Дивижн.ру Завершился третий тур чемпионата ФНЛ. Оказался он весьма интересным. Луч Энергия на своем поле одержала победу над Новороссийским Черноморством. Гол в ворота гостей забил Алхазов, который отлично сыграл на добивании. Отличился Скай Энергия, обыграв Сочинскую Жемчужину со счетом 3-1. На 13-й минуте Михаил Папандоплас открыл счет и гости повели. Во втором тайме хозяева собрались и сумели переломить ход встречи. На 50-й минуте Михаил Мышин сравнял счет, спустя 6 минут Мурнин увеличил счет, а Семенов поставил жирную точку в этом матче. Также на домашней арене Химки одержали весьма убедительную победу, обыграв Урал со счетом 3-1. И вот что по поводу этого матча рассказали наставники команд. Два быстро пропущенных гола сломали в целом. Я думаю, что у ребят просто не хватило в каких-то эпизодах характера, чтобы уже ранее терялся. Слишком быстро пропустили, все сломалось. А если говорить про игре в целом, наверное, это поражение все-таки беру на себя. Наверное, допустим, ряд ошибок, которые повлияли на результат. Потому что когда ты на 10-й минуте проигрываешь 2-0, то все ломается, да, весь план на игру. Вы знаете, как-то перед сегодняшним матчем даже неудобно говорить. Волновался, как никогда. Редко такое со мной бывает. Но, видимо, как компенсация за мое безобразное самочувствие, хорошая игра команды. КамАЗ в этом туре вновь не сумела держать победу, уступив Нижегородцам со счетом 0-2. Аланья дома уверенно обошла Енисей. Итог матча 4-0. Первую крупную победу одержала и Саранской Мордовии, переиграв в домашней встрече Владимирская торпеда. Также со счетом 4-0. В первом тайме игра проходила ровно. Во втором Сарачан как подменили. Отличился Рохас Осевьеда. Пенальти реализовал Руслан Мухаммедшин. Отбратно не остал Рустеем. Точным ударом пробив в дальний угол ворот торпеда. Завершил голевую эпопею Кирилл Панченко. Дебютанты ФНЛ «Воронежский факел» и Оренбургский газовик разошлись с миром со счетом 1-1. А вот московскому торпеду в концовке встречи удалось распечатать ворота «Динамо». После удара по воротам на добивание успел Евгений Гаврюк. Первый мяч на Восточной улице в сезоне 2010-2011 года забивают игроки московского торпеда. Таким же счетом завершился матч и в Астрахани, где «Волгарь-Газпром» одолел Новосибирскую Сибирь. Закончился тур игрой в Калининграде. Балтика, вопреки всем прогнозам, уступила Шиннику с минимальным счетом 0-1. На этом пока все. Оставайтесь на нашем информационном портале и болейте футболом.